Добрый день, мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. Как всегда, приглашаю подписаться. Кто еще не подписался, поставить лайк этому видео, для того, чтобы его могли увидеть, если оно вам понравится, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Ну, а мы с вами начинаем очередное видео по оперативной обстановке. И сегодня у нас на календаре 21 февраля, киевское время, 18 часов. Итак, противник в течение суток нанес 6 ракетных ударов, 28 авиационных ударов по гражданской инфраструктуре Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Также противник совершил 86 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате огня российских оккупантов уничтожены и повреждены гражданские жилые дома, школы и магазины. Есть погибшие и ранены. Высокая остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купинском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гриняковка, Масютовка, Харьковской области, Белогоровка, Луганской области и Васюковка, Берховка, Бахмут, Васильевка, Водяная, Марьенко, Донецкой области. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. В течение суток вражеским обстрелом подверглись районы населенных пунктов Сумской области и более 25 районов населенных пунктов на Харьковщине. В эти сутки Харьковщине досталось больше всех. Черниговская область практически не обстреливалась. Кроме того, противник нанес авиационный удар по населенному пункту Грама в Харьковской области с территории Российской Федерации. Это бывает не так часто, но тем не менее Россия применяет, даже здесь применяет свою авиацию. По другим оперативным направлениям. На Купинском и Лимянском направлениях враг атакует с Площанки и Кременной. Успеха не имеет. Продолжается уничтожение оккупантов в Казимивке нашими войсками. Атака врага в районе Грениковки не имела успеха. Противник поднес потери и отступил на исходные позиции. То есть на Купинском и Лиманском направлениях ситуация стабилизирована. И уже никакого продвижения противника за прошедшие сутки на этом направлении нет. На Бахмутском направлении. Несмотря на длительные попытки занять спорное и Белогоровку, Луганской области Белогоровка, противник успеха не имеет. Мы контролируем эти населенные пункты. Все атаки противника на них отбиты. Оккупанты усиливают давление на Верховку и Ягодное. Продолжаются бои у этих сел. Тоже успеха противник не имеет. В городе Бахмут продолжаются уличные бои. К югу от Бахмута враг давит в сторону самолета. Мы уже с вами знаем, что это такое. Это выход на трассу на Константиновку. Враг пытался продвинуться в сторону Дружбы, Диловки и Белой горы. Бои продолжаются. Противник успеха не имел. Кроме того, усилился минометный огонь противника по всей линии фронта на Бахмутском направлении. А также обстрелом подверглись более 20 населенных пунктов тоже на этом Бахмутском направлении. То есть противник пытается, российские войска пытаются нарастить огневые усилия, но не за счет применения ствольной артиллерии по переднему краю, а вот именно минометами пытаются выбить нашу пехоту. Это то, о чем мы постоянно говорим, что у нас с минометами ситуация хуже. Намного хуже, чем у российских оккупационных войск. На Авдеевском и Шахтерском направлениях. Из Авдеевки новостей нет. Там ситуация без изменений. Все на своих местах. Идут позиционные бои. У Невельского противник продвинулся в одной посадке на 200 метров. Идут тяжелые бои в центральной и западной части Марьинки. Марьинка остается под нашим контролем, но бои очень тяжелые. Противник пытается любой ценой захватить этот населенный пункт. На Авдеевском и Шахтерском направлениях. От огня российской артиллерии пострадали более 30 населенных пунктов. На Запорожском направлении. Огневые обстрелы. Никто никого не атаковал. Идут позиционные бои. Обмен огневыми ударами. Под огонь российской артиллерии попало более 25 населенных пунктов. На всю глубину досягаемости артиллерии противника. На Херсонском направлении. То же самое. Изменений нет. 35 населенных пунктов было обстрелено. Вдоль всего правого берега реки. И надо отметить. Ну как бы. Я бы сказал. Бесчеловечность. Хотя для российских войск. Это фраза. Слишком мягкая формулировка. Были применены зажигательные боеприпасы по городу Херсон. По густонаселенным районам. Ударили зажигательными боеприпасами. Но об этом мы будем говорить более подробно. В разделе вопросы и ответы. Там есть такой вопрос. Я расскажу более подробно. Что делать. И как бороться с этими боеприпасами. И как общий вывод за прошедшие сутки. Можно сделать следующее. В Бахмуте все стабильно. Окупанты давят. Но сопротивление наших сил возросло. И сегодня мы фактически купировали все наступления. Любые попытки наступать российских войск. Нужно внимательно наблюдать за происходящим на северном фланге. Там мы хоть и купировали бы вот это вклинение. Но все равно выступ в линии фронта остался. Они будут пытаться сейчас перебросить резервы. И пытаться нарастить усилия. Возобновить наступление. Так как от вот таких вот фланговых ударов зависит судьба своего гарнизона в городе Бахмут. На оккупированных территориях Россия продолжает принудительную паспортизацию граждан Украины. И особенно в Донецкой области. В частности работникам бюджетных организаций доведено под личную роспись распоряжение так называемой Российской оккупационной администрации. Города Горловки в частности о необходимости получения гражданства Российской Федерации. Работники бюджетной сферы, которые до 1 июля не получат паспорта, будут уволены с занимаемых должностей. Авиация Силы Обороны за сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. И удара по зенитно-ракетному комплексу на огневой позиции. Также наши защитники сбили три беспилотника типа «Ланцет». Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили две позиции противовоздушной обороны врага и батарею реактивных систем залпового огня. Вот такие военные события произошли на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Харькова до Херсона. Ну а теперь поговорим немного о военно-политических событиях. Несмотря на вчерашний такой бурный день, приезд Джо Байдена в Киев, сегодняшний день не менее интересен по политическим событиям, которые произошли в Украине и вокруг нас. Ну, сегодня прозвучало обращение Путина к Федеральному собранию Российской Федерации. В принципе, как и ожидалось, бункерный дед ничего нового или ничего путного не сказал. Я бы даже так выразился. Все старое банальное, кругом враги, кругом педофилы, кругом, извините за выражение, пидорасы. Надо спасаться, надо загораживаться от всего мира. У нас не было выбора, мы начали, чтобы не начинать этой войны. Единственное, что можно отметить, это то, что ожидали и чего так опасались. Военного положения нет, всеобщей мобилизации нет, второй волны мобилизации нет. Что еще мы там ожидали от Путина? Объявление самой войны или признание этой войны, изменение статуса так называемой специальной военной операции, как они называют войну против Украины. Нет. Махание ядерной дубины, очередное махание ядерной дубины. Причем, Запад уже даже не реагирует. Это уже больше похоже на что-то смешное. Смотрите, я процитирую сейчас Путина, для того, чтобы вы понимали, как Путин манипулирует вот этими понятиями ядерной безопасности. Ну, он, видимо, решил один пойти против всего мира. Мораторий на ядерные взрывы действует уже очень долго. Его действительно приняли. И было уточнение. Сначала действительно, вот некоторые сейчас скажут, а подземные взрывы, чтобы моратории там были воздушные и наземные. Или надводные. Но, потом было дополнение. И действительно, весь, и подземные взрывы тоже включили в мораторий. К этому мораторию присоединились все. Сегодня ни одна страна не нарушила этот мораторий. И Путин вдруг выходит и говорит, что они выходят из СНВ-3. Договор о стратегических наступательных вооружениях. И готовы к возобновлению испытаний ядерного оружия. И поднимает средства силы ядерного, точнее, ядерные силы Российской Федерации приводят в высшую степень боевой готовности. Одна лодка выходит в район пуска в ракет. Ну, я вам уже рассказывал, что если это просто будет баллистическая ракета, то это просто смешно. Уже выглядит. Как говорят, история повторяется дважды. Первый раз в виде трагедии, а второй раз в виде фарса. Так вот, у Путина сейчас стадия фарса в отношении ядерного оружия. Обратите, и вот я вам привожу. Вашингтон задумывается о натуральном испытании ядерного оружия. Такая информация есть. Я вам скажу сразу, что все задумываются о ядерном испытании, о натуральном ядерном испытании. Что имеется в виду? Сегодня испытания ядерного оружия проводятся в лабораторных условиях. Они моделируют ядерный взрыв в лабораторных условиях на уровне, не скажу каких частиц, я не физик-ядерщик, но где-то под микроскопом. Возможно, какие-то там проводятся мелкие подрывы или поджоги этих веществ и так далее. Но все остальное просчитывается на компьютере. То есть модель моделируется, все моделируется. Натуральное испытание это бомба на полигоне и ба-бах, огромный взрыв различных ядерных зарядов. Так вот, и вот он говорит, что такая информация есть. Конечно, она есть, потому что все страны, члены ядерного клуба и те, кто туда стремится, тот же Иран. Иран мечтает о проведении ядерных взрывов, но они пока не об этом не говорят. Они хотят создать ядерный заряд, им все равно придется его как-то испытывать. Но пока что заявление от Ирана, что завтра будут ядерные взрывы проводить, такого нет. Так вот дальше, продолжая, цитата я тоже Путина. Министерство обороны России и Росатом должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если это первым сделают Соединенные Штаты. Я тебя ударю, если ты ударишь меня. Ну, понимаете, да? Вот в чем манипуляция? Я дракон, бойся, бой. Вот все меня держите семеро, я сейчас всех вас буду бить. Вот в чем сущность Путина, его нерешительности. В его, я бы сказал, наверное, в его трусости. В трусости принятия решений. А как же знаменитая песенка, Путин может все что угодно. Все, чего не может Путин, не может быть. Оказывается, заявленная реклама не соответствует содержанию продаваемого продукта. Вот такая вот манипуляция. Вот что значит российский выход из договора о стратегических наступательных вооружениях. То есть, они готовы к возобновлению испытаний ядерного оружия. Но, при условии, если это первым сделать, а если Соединенные Штаты не начнут, значит вы не выходите из договора, значит вы не будете первыми подрывать ядерный заряд. Не важно, там, в качестве испытаний или в качестве демонстрации силы и так далее и тому подобное. Так что, надо слушать внимательно, читать внимательно. И да, это уже стадия повторения истории в виде фарса. В Киеве сегодня премьер-министр Италии Джорджия Мелони. Она посещает Киев первый раз после ее избрания на пост премьер-министра Италии. Но скажу, что очень хороший знак, потому что Италия нам помогает вооружением. У нас есть гаубицы, FH-70, самодвижущиеся, итальянские. А теперь у нас еще будет противоракетный комплекс. Это европейский аналог Петриота, американского. Называется Мамба. Ну, еще иногда его называют Сампт-Т. Наверняка всегда приезжают с подарками, поэтому я думаю, что Джорджия Мелони привезла нам этот комплекс. Теперь ждем, когда Франция привезет к нему ракеты. Далее, очень интересная появилась новость. Немецкая газета опубликовала планы захвата Белоруссии. Те, которые разрабатывались в Москве. Вот как они там создавали. Когда-то, я уже упоминал во вчерашней, позавчерашней программе о том, что некоторые там, допустим, Козак из администрации Путина разрабатывал идею, идею вот этих анклава в Молдове образования. Потом Сурков разрабатывал, идеолог ЛНР-ДНР, который они там, и он об этом пишет там, уже вешая себе медаль на грудь. Так вот, ну тут правда не пишется, кто автор, но думаю, кто-то из таких же ребят. Может быть Дугин, он там тоже очень такой идеолог русского мира, так называемого. Так вот, немецкая газета получила, не знаю, они не сообщают, откуда у них такие планы, но они опубликовали планы поглощения Белоруссии, Российской Федерации. И издание сообщает, что у Кремля есть документы с подробным описанием планов российского захвата Республики Беларусь. Никакой войны, никакой силы. Это, кстати, думаю, белорусам будет очень интересно. Поглощение Белоруссии запланировано поэтапно. К 2022 году следует сформировать пророссийскую прослойку населения и элиты. Ну, это вот должно было в 2021 году быть закончено, вот этот этап. Я не знаю, насколько у вас, ну, судя по тому, что призывы к объединению звучат из руководства, думаю, что, не знаю, как у населения, но у элиты правящей эта прослойка такая уже точно есть. К 2025 году иметь стабильные группы влияния во всех отраслях и расширить военное присутствие на территории Белоруссии. И к 2030 году завершить поглощение, объединить две армии в одну, взять под полный контроль информационное пространство, завершить переход на единую валюту и создать общее культурное пространство с единым подходом к истории. То есть, уничтожить белорусскую историю и написать российскую. Ну, вот так как они это делают, пытаются, точнее, делать в Украине, на оккупированных территориях, когда сжигаются учебники и книжки на украинском языке, и тут же заботится все российское, и говорят, что это Россия, и она тут всегда была, и это исторические земли, и все остальное. Вот такой вот план. Кстати, относительно армии, я так понимаю, что уже командование сил безопасности союзного государства уже создано. И вот то, что мы неоднократно говорили, что почему Лукашенко, одна из причин, почему Лукашенко не хочет отдавать приказ на участие, на выдвижение белорусской армии, точнее, на вторжение белорусской армии в Украину, потому что сразу же после отдачи такого приказа на участие в боевых действиях, армия Белоруссии автоматически переходит под командование единого штаба. А этот единый штаб, сил безопасности союзного государства, не что иное, как генеральный штаб вооруженных сил Российской Федерации. То есть, Шойгу с Герасимовым еще возьмут под командование и белорусскую армию. И тогда Лукашенко остается без стула, на котором сидит. Сейчас он сидит на штыках своей армии. Следующая новость. Премьер-министр Нидерландов сделал заявление, что передача F-16 Украине будет следующим шагом, но многие пока еще колеблются, заявил Марк Рюте. F-16 это действительно будет следующий шаг, это будет большой следующий шаг. Но мы ориентируемся на будущее или гарантируем, что вы получите все, что нужно, пока вам требуется. Поэтому мы также сказали, что в этом вопросе нет табу, подчеркнул премьер-министр Нидерландов. Вот такое заявление. Ну, в принципе, тут надо набраться терпения. Я понимаю, что сейчас пресса будет смаковать вот эти все нюансы, а дадут, не дадут. Когда дадут, сколько дадут, а в каком виде дадут, а где их будет размещаться, а где пилоты и все остальное. Мы на нервах, дадут не дадут. Но я вам скажу, что дадут точно. Точно и контрнаступлению, ну, у меня такая уверенность, почти уверенность в том, что именно контрнаступлению, к нашему контрнаступлению нам дадут западную авиацию. Что это будет F-16 или какие-то другие самолеты, пока сказать очень трудно. Скорее всего, это будет F-16. Далее. Институт изучения войны. Очень интересные выводы начинает делать. Я так понимаю, что разведка работает, они собирают все больше сведений, особенно с полей, особенно с линии фронта. И вот в результате они пришли к выводу, что в Луганской области продолжается основная фаза российского наступления. И оккупантам уже не хватает сил. Интересный вывод, правда? При том, что они наращивают группировку, численность личного состава растет, а сил для атаки уже не хватает. Уже. Аналитики считают, что основная фаза российских наступательных операций в Луганской области продолжается. И мы видим это по атакующим действиям российских войск. И Россия, вероятно, не имеет достаточных незадействованных резервов для увеличения масштаба или интенсивности наступления этой зимы. Аналитики добавили, что оккупанты действуют обычными подразделениями, а не БТГ. Кстати, да, это надо отметить. Это особенность очень серьезная. Они отказались от батальона тактических групп и фактически где-то с осени они уже их не используют. Почему? Потому что нет техники. Это основная причина, почему отказались от БТГ. Что такое батальон тактическая группа? Это батальон, который усиленный. Это батальон на БМП или на бронетранспортерах, который усилен как минимум артиллерийской батареей. А обычно дивизион идет с ним. Это 18 орудий на минуточку. И идет танковая рота для усиления батальона. Так что, и могут бы еще придаваться там специальные подразделения, инженерные подразделения, разведподразделения, силы специальных операций, в зависимости от задач батальона. Но они от этого отказались. Потому что нет столько артиллерийских дивизионов, нет столько артиллерии и нет столько танков. И батальоны сегодня становятся стрелковыми. Какой смысл стрелковому батальону придавать артиллерийскую батарею, если этот батальон убивается в течение суток нашими войсками? В течение 5-6-10 атак мы этот батальон ложим. Посмотрите на потери ежесуточные. Ну и артиллерию. Где взять? Самый главный вопрос. Где взять артиллерию? И вот даже аналитики Института изучения войны уже начинают оценивать ситуацию и пишут, что мы видели неоднократно поле боя оккупанты забрасывают мясом без значительной поддержки бронетехники. Конечно, это не говорит о том, что у оккупантов нет техники для наступления. Техника есть и ее пока достаточно. Но не для такого широкого фронта. То есть на отдельном участке они могут собрать технику, как это было под Углидаром, и пойти в наступление. Там тоже наступление оказалось неудачным. Больше 100 единиц техники они потеряли. И на этом все попытки наступления закончены. Кстати, Углидар, слава богу, на сегодняшний день ситуация стабильная, контролируемая. Никаких наступательных действий со стороны российских войск не предпринимается. Уже неделю. Уже даже больше. Далее. Джо Байден же тоже не приехал с пустыми руками. Он объявил в Киеве, он привез подарки и объявил очередной новый пакет. Украина получит новый пакет военной помощи на сумму 500 миллионов долларов. Который будет объявлен уже завтра, заявил Джо Байден в Киеве. Ну и вот он объявлен. Из официального заявления Белого дома, что он объявляет очередной пакет. И в этот очередной пакет входят дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового дня «Хаймарс». Артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров. Минометные мины калибра 120 миллиметров. Четыре радиолокационных системы, не уточняется пока каких. Дополнительные противотанковые комплексы «Джевелин» и снаряды к ним. Около двух тысяч противотанковых ракет. Четыре боевых машины пехоты «Брэдли». Две тактические машины. Противопехотные мины «Клаймора». Приборы ночного видения, средства связи, медицинские средства и запчасти для техники. Вот такой пакет помощи на 500 миллионов. Ну в принципе как раз для обеспечения ведения боевых действий. Это то, что нам необходимо сегодня и сейчас. Так что спасибо Америке, спасибо налогоплательщикам Америки, что они помогают нам. Мы прекрасно понимаем, что это за их деньги и что эта помощь оплачена американским народом. Кстати, визит Байдена состоялся в Киев в день президента Соединенных Штатов. Есть у них такой день, когда чествуется именно президент. Это человек, который занимает эту должность. Следующая новость пришла из оккупированного Крыма. В украинском Крыму продолжается активное строительство окопов и установка оборонительных сооружений. На этот раз работы можно увидеть со всех сторон села Родхозное Красноперекопского района. Также местные жители сообщают о появлении аналогичных сооружений вблизи Новофедоровки. Ну, если нечем заняться, конечно, ройте окопы. Я думаю, что они уже не пригодятся. Крым мы освободим. Что бы там ни вырыли, что бы там ни построили, Крым будет освобожден. Как? Ну, давайте, пусть, как говорил один комик в своем выступлении, Винокур. Пусть будет сюрприз. Так что, еще раз повторюсь, если нечем заняться, ройте окопы. В России, вот, новость из Российской Федерации, и это будет, как бы, вишенка на торте, как всегда, на пасашок, самая интересная новость. О том, что, вот, ну, Путин же сдрефил объявить вторую волну мобилизации. Ну, тем более, вздрефил объявить всеобщую мобилизацию. Но люди-то в войска нужны. Я так понимаю, что, судя из этой новости, которую я сейчас оглашу, то прячется, призывники прячутся, мобилизованные прячутся. Кто-то текает за границу, кто может такое себе позволить. Причем, уезжают сотнями тысяч за границу. Прячутся от военкомов, прячутся от повесток. Так вот, решили, в Российской Федерации решили сильно не заморачиваться. И, де-факто, вот, смотрите, ведь Путину не надо объявлять вторую, ну, как бы, юридически не надо объявлять вторую волну мобилизации. Дело в том, что первая волна мобилизации не закончена. Вот эта частичная мобилизация, которая введена указом президента России, она действует до сих пор. Указ бессрочный, в нем нет даты окончания. Этот указ можно остановить, либо остановить другим указом, либо его отменить. По-другому мобилизация будет действовать постоянно. Чем они и пользуются? Так вот, в России готовятся к массовой мобилизации студентов очной формы обучения. То есть, все равно молодые люди приходят в ВУЗ, да? Вот они пришли в ВУЗ, а им в деканате раз и раздали повесточки. И, аривидарчи, пожалуйста, будьте добры, пожалуй, идти на фронт. Возраст позволяет, вам больше 18, вы все призывники. А доучитесь потом, если останетесь в живых. Так вот, для этого создаются так называемые участки оповещения, которые будут оказывать помощь военкоматам по вручению повесток студентам очной формы обучения. В частности, руководством Новосибирского государственного педагогического университета, Томского политехнического университета, Томского государственного педагогического университета выданы документы, обязывающие структурные подразделения заведений выделить определенное количество студентов и сотрудников для работы на участках оповещения. К этой работе планируется привлечь граждан официально не подлежащих мобилизации, то есть даже здесь экономят, чтобы нельзя было откосить от мобилизации, записавшись в члены комиссии, которая будет работать на участках оповещения. При этом в Томском политехническом университете включение в состав участков происходит без согласия или даже предварительного информирования определенных студентов и сотрудников. То есть люди о том, что они входят в комиссию по оповещению, узнают постфактум. Вуаля, Советский Союз. Управлять участками назначают представители высшего руководства учебных заведений. Важно, что для проведения очередной волны мобилизации в России не нужны дополнительные правовые основания, то что я вам говорил, поскольку объявленная в сентябре 2022 года частичная мобилизация официально так и не была завершена. Вероятно, мобилизация будет проведена до 1 апреля. Начало весеннего призыва на срочную службу. При необходимости начало призыва может быть отсрочено. То есть, внимание, вот эту мобилизацию они до 1 апреля, в марте хотят провести студентов очной формы обучения. Это все пойдет на фронт. Почему? Потому что с 1 апреля, может быть чуть позже, в зависимости от того, как будут отлавливать студентов, хватит их или не хватит, будут призваны срочники. И это будет уже третий призыв, который накапливается в рядах вооруженных сил Российской Федерации. То есть, осенников, точнее, дембелей не отпустили, призвали. Это и сейчас призовут, а, скорее всего, весенников тоже отпускать не будут. До конца СВО, я так понимаю, никто за пределы ворот воинских частей не выйдет. Все будут находиться там, призывники. И призывников будут усиленно прессовать, заставлять подписывать контракт, для того, чтобы отправить их на войну, на специальную военную операцию. Видимо, в регионах заканчиваются желающие пойти повоевать. Слишком много похоронок и слишком много уведомлений о без вести пропавших. Ведь Российское военное командование очень много списывает на без вести пропавших, для того, чтобы не выплачивать выплаты. Но этого человека нет. Его уже где-то сожгли в печах крематории в Херсонской области, на Левом берегу, в Крыму, в стационарных крематориях или в Луганской области крематориях их сжигают. Где-то закапывают братские могилы. Кстати, военнопленные рассказывают, что за отказ участия в боевых действиях сажают на яму. Но, знаете, это полевая гауптвахта, отрывается яма глубокая и туда бросает человека. Опускает ему пищу и воду, как правило, это хлеб и вода, чтобы он не умер. И он сидит на этом голодном пайке в собственном дерьме, потому что туалета нет. Он ходит там же, в этой же яме, оправляет нужду, там же он спит. Он находится там круглосуточно, его не вынимает оттуда. До тех пор, пока он не сделает то, что от него требуется. То есть не вернется на фронт. Если он там 2-3 дня просидел и ничего, и сказал, что все равно воевать не буду, его вытаскивают и начинает избивать. Избивает, пока не согласится. Если же он после избиения не согласился идти воевать, участвовать в боевых действиях, то, как правило, его расстреливают, убивают и сбрасывают в эту же яму. И там закапывают. Вот такая еще практика сегодня в вооруженных силах Российской Федерации на оккупированных территориях Украины. Вот такая вот новость. Ну, вот на этой вот новости мы закончим с вами первый раздел нашего видео о военной и военно-политической обстановке. Я по традиции делаю паузу. У вас есть время подписаться на мой канал, кто еще не подписан. Поставить лайк этому видео, если оно вам нравится. И тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Ну, а мы с вами продолжим через некоторое время. А продолжим мы, как обычно, по традиции, ответом на те вопросы, которые вы прислали к предыдущим видео. И первый вопрос сегодняшнего дня будет следующий. В Запорожье включили свет на улицах и в частном секторе. А как же светомаскировка? Специально, чтобы российские войска видели, куда стрелять. Объясните эти действия наших властей. Буду очень рад услышать ваш комментарий. Ну, особенно, я понимаю, если бы свет включили на улицах Киева. Вот, кстати, Киев, фонари работают на минимальном режиме. Некоторые дороги подсвечиваются. А так город в основном вечером погружается во мрак. У людей светятся окна, но уличное освещение не включают. Я думаю, что в прифронтовых городах, особенно таких, как Запорожье, которые очень часто подвергаются ракетным ударам со стороны Российской Федерации. Да, я согласен с аргументом, что ракета летит по координатам, ей все равно, горит освещение или не горит. Но беспилотники-разведчики могут быть не оборудованы инфракрасными камерами, которые видят в ночное время. Или, допустим, если объект освещен, то тогда инфракрасная камера может выдавать изображение даже в цветном, при хорошем освещении, в цветном изображении передавать объект. И тогда оператору легче различить то, что он видит. Все-таки в черно-белом изображении, когда инфракрасный режим, то можно еще и ошибиться в предназначении объекта или в каких-то его особенностях. Но я не думаю, что целесообразно сегодня включать освещение на улицах в прифронтовом городе, таком как Запорожье, Днепр, Харьков, Херсон, Никополь, Марганец и так далее. Еще раз повторюсь, в Киеве не включают уличное освещение, за исключением приглушенный свет, минимальный свет на основных магистралях города в ночное время. В принципе, я не знаю, зачем его включают, может быть, потому что они особого эффекта не дают, хотя хоть немного, но подсвечивают. Проблема с пешеходами, потому что теперь надо научить людей одевать светлоотбивающие повязки, чтобы не было травматизма на дорогах. Реально увидеть в серых сумерках, как говорят, вечером все кошки серы. То же самое и с людьми, к величайшему сожалению. А у нас есть такие люди, смельчаки, которые пытаются перебежать дорогу на свой страх и риск, даже в неположенных местах. Так что с светомаскировкой, особенно в прифронтовых городах, я считаю, что пренебрегать крайне опасно. Вы часто в своих видео говорите, что боеприпас Кхаймарс, который летит на 70 километров, это снаряд, а на 300 километров это ракета. А в чем разница снаряда и ракеты? Смотрите, не существует такой жесткого критерия, что до такого параметра это снаряд, а после такого параметра это ракета. Ну, как правило, принадлежность к снарядам или к ракете определяют из-за размеров и огневых возможностей. Ну, для того, чтобы вы сравнили, допустим, давайте тот же Кхаймарс. Снаряд, который летит на 70 километров, имеет диаметр, то есть калибр 227 миллиметров. 22, ну, чуть больше, 22,7, 22 сантиметра с и 7 миллиметров. Представьте, да, что такое 22 сантиметра. А ракета Атак, и летит он на 70 километров, и боевого заряда в нем всего-навсего 90 килограмм. Максимально, это если осколочно-фугасно, если управляемый, и того меньше. А теперь ракета Атакмс имеет диаметр порядка 500 миллиметров, то есть полметра, почти в два с лишним раза больше, и летит на 300 километров, и имеет взрывчатого вещества тоже, по-моему, в три раза больше. Почти, почти 300 килограмм. Вот, и это и относит ее к ракетам. Ракета Точка-У, если возьмете, она 500 миллиметров в диаметре. И у нее длина почти 5 метров. И летит она на 110 километров. Ну, сегодня, правда, некоторые боеприпасы, типа, вот, наша Альха летит на 110 километров, больше, чем, дальше, чем точка. Но Альха имеет 308 миллиметров калибр. И головная часть у нее там 150 килограмм, в точке У 500 килограмм. Вот такие вот критерии. То есть, дальность полета, это основной критерий. Боевые, огневые возможности, это вес головной части, то есть полезная нагрузка. И диаметр, или калибр этой ракеты. Вот такие критерии отличают ракету от снаряда. Все, что маленького размера, небольшой дальности и небольшой огневой мощи, это снаряды. Все, что большого диаметра, или большого калибра, с большой огневой возможностью, то есть головной частью, полезной нагрузкой в головной части и большой дальности, ну, как бы, для реактивной артиллерии, это ракеты. Вот такие вот критерии. Хотя, еще раз повторюсь, жестких критериев вы не найдете ни в одной книжке, ни в одном учебнике. Ну, вот, как правило, ученые и военные разделяют вот по таким вот параметрам и критериям. Вы говорите, что армия России имеет существенное преимущество в артиллерии и снарядах к ней. И одновременно, что им катастрофически не хватает техники. Объясните, пожалуйста, как это следует понимать. А это следует понимать, вот так, как я зачитывал сегодня в оперативной обстановке, в военно-политической обстановке, что они могут, техника есть, но они могут ее сосредотачивать на отдельных направлениях. На весь фронт в тысячу километров техники катастрофически не хватает. Поэтому, если мы говорим, что на Донецком направлении сосредоточено там порядка 190 батальонов, то там и артиллерии они пригнали довольно большое количество, которое превышает нашу артиллерию. И, естественно, к этой артиллерии они что делают? Везут боеприпасы. И она, хоть и имеет уже ограничения, уже, кстати, лимиты есть у российской армии на расход боеприпасов. Они уже стараются придерживаться тех норм расхода, которые написаны в правилах стрельбы. А там в этих правилах указано, какие нормы выкладки боеприпасов на группу при таких-то размерах цели, при укрытости личного состава на позициях или открыто расположенных и так далее. Но они могут на Донецком направлении создать преимущество и в снарядах, и в артиллерии. А на других участках артиллерии очень-очень мало. В основном это кочующие артиллерийские группы, которые обеспечивают ведение огня там, здесь, вот таким методом кочевки вдоль линии фронта. Вот поэтому, и если посмотреть в общем, то пехота, допустим, та же пехота российская сегодня на грузовиках. Не на БТРах и БМП, а в основном на грузовиках, на автобусах. На вагнеровцев чем привезли на Запорожское направление? Автобусами. А че же они не приехали на бронетранспортерах и на БМП? Где их бронетехника? Где их артиллерийские дивизионы? Где их танки, которых хватался при Гожем? Нет, их привезли автобусами и посадили в окопы как пехоту. Вот почему. Но на Донецком направлении российская арта, к сожалению, сосредоточена и она там лупит по полной программе, стараясь наносить огневое поражение нашим войскам. Далее, мы формируем гвардию наступления, состоящую из добровольцев. Если, предположим, удастся сформировать 6 бригад, численность каждой 5 тысяч человек, то 30 тысяч мотивированных штурмовиков это вообще много или не очень. Ну вот сейчас порядка, давайте так, давайте вспомним. На Донецком направлении было сосредоточено, когда брали Северодонецк, порядка 40-45 тысяч российских военнослужащих. В Харькове на правом берегу было около 30-35 тысяч военнослужащих. Это на всем участке, на правом берегу. Это очень много. 30, ну во-первых, вы загнули бригада 5 тысяч, нет, бригада это где-то 3,5 тысячи, это максимум. Вот, хотя в нашем понимании, если мы идем по натовским стандартам и, допустим, основных батальонов может быть 10 боевых батальонов, то тогда это, да, это около 5 тысяч человек. И 6 бригад, это тогда будет где-то, ну я оцениваю где-то в 20-25, и бригад там формируется 8 было заявлено, там еще 6 бригад на базе МВД, одна бригада на базе погранслужбы и одна бригада на базе национальной полиции, вот, формируется. Ну, может быть где-то так, это очень много. Это фактически 30 тысяч, это армия, это общевойсковая армия, примерно 30-35 тысяч, которая может состоять там из трех дивизий или двух армейских корпусов по 15 тысяч. Вот Россия формировала армейский корпус, танковый армейский корпус, ну, правда, им так и не удалось его сформировать, резервный, он все ехал, ехал, так и не доехал. Они его сформировали на треть и быстро перебросили сюда, в Украину, потому как дальше формировать его уже не было времени. Так что это очень большая сила, и если она, это еще пехота, эти 30 тысяч на броне, то это огромная сила. Маю питание, стосовно авиации расистов, как вариант, они могут скупучиться великою кількостью не для массовой атаки, а для массовой обороны и атаки наших танков при нашему контрнаступе? Дякую за витповедь. Да, они могут основные усилия сосредоточить на обороне своих позиций. И вот, кстати, для этого я и говорю, что без прикрытия авиации посылать в бой такое большое количество новой техники, которую мы получаем или получим от наших стран-партнеров, то это было бы не совсем грамотно, если не сказать хуже. Именно поэтому, что Россия может применить авиацию как в обороне, так и в наступлении. Но в наступлении проблематичнее, могут только с дальних дистанций обстреливать нашу территорию, не залетая вглубь нашей страны, потому что это будет билет в один конец. Но я думаю, что наши дальнобойные средства в этом случае будут сбивать даже над Белгородом, если будут доставать российскую авиацию. Ну а вот если они станут в глухую оборону, тогда авиация будет стараться работать по нашим войскам, которые будут прорывать фронт или оборону российских войск на наших территориях. Для этого и нужна авиация, чтобы вступать в бой с российскими самолетами. Как быть с минометами, гранатометами? Вооруженные силы Украины всех уровней настойчиво требуют их уже давно. Посодействуйте, пожалуйста, по возможности, чтобы их включили в список поставок западного оружия. Они у них есть. Я это прекрасно знаю. Я об этом стараюсь говорить как можно чаще, что нужны минометы, нужны мины к ним. К сожалению, я вам говорил, я не допущен к государственной тайне, я не принимаю участие в рабочих группах Министерства обороны, так, чтобы повлиять на список и иметь там возможность попросить кого-то или самому дописать минометы в этот список. Я надеюсь, что вот этот глаз народа, особенно который раздается из рядов вооруженных сил Украины, в Генеральном штабе слышат. И, соответственно, эти переговоры ведутся, я надеюсь, ведутся о передаче нам самоходных бронированных минометов или минометных систем для борьбы с пехотой противника. Потому что пехоты катастрофически много. Просто катастрофически. 400 тысяч – это огромное количество пехоты российской сосредоточено сегодня на нашей территории. Способна ли она обороняться – это вопрос другой, второстепенного порядка. Побежит ли она со своих позиций – это тоже вопрос второстепенного порядка. Но главное – надо иметь средства борьбы с таким количеством вражеской пехоты. Пожалуйста, интересует ваше мнение. Есть даты, когда предполагается массированный обстрел – 23-24 февраля. Не целесообразно ли нашему правительству сделать бы в эти дни всеобщий выходной, чтобы люди могли пересидеть дома в подвалах, укрытиях, блиндажах? Наше начальство на работе пишет эти дни за свой счет, чтобы пересидеть дома. А мы вынуждены выходить на работу. За почти год войны ни разу не спустилось в бомбоубежище на работе. Запорожье. Кстати, очень странно, почему во время бомбежки… Неужели ваше начальство настолько жесткое, что не отпускает людей в бомбоубежище во время воздушных тревог? Очень интересный подход вашего начальства к безопасности людей. Насколько я знаю, на сегодняшний день у нас школы и детские учреждения 23-24 февраля будут работать дистанционно, на удаленке, для того, чтобы не рисковать жизнями детей. Ну а взрослые, можете, если вы считаете, что дома у вас безопасно, то решайте этот вопрос в рабочем порядке с вашим руководством. Но, а так, я думаю, что за год, для меня очень удивительно слышать, что за год у вас нету бомбоубежища, или вас не отпускает бомбоубежище, когда звучит сигнал воздушной тревоги. Если таковые будут 23-24, то спуститься в бомбоубежище я не вижу тут вообще никаких проблем или препятствий. В принципе, даже можно пойти на конфликт с начальством, если это угрожает вашей жизни, вашему здоровью и вашей безопасности. Я не думаю, что здоровье и жизнь стоят большего, чем рабочее место. Сохранив жизнь, можно рабочее место всегда найти. А вот потеряв здоровье, тогда уже очень сложно. А если не дай бог жизнь, то тем более. Зная, что Российская Федерация очень часто любит, российское командование очень часто любит наносить удары пожилым кварталам, пожилым домам. Доброй ночи. Вопрос, способен ли будет коллективный Запад, весь цивилизованный мир, противостоять в военно-техническом плане потенциальному объединению четырех осей зла. Россия, Китая, Ирана, Северной Кореи. И еще, возможно, пару стран, но то несущественно. То есть, другими словами, сможет ли добро победить зло, как в тактической, так и в стратегической перспективе. Спасибо. Юрий, город Киев. Я думаю, что этой оси даже не будет. Не будет. Дело в том, что, смотрите, Северная Корея, она живет за счет Китая. Чтобы вы понимали, что раньше, сейчас Китай даже выяснил Российскую Федерацию все обеспечение. Россия только иногда, когда обращается за помощью к Северной Корее, великая супердержава просит у Северной Кореи форму для солдат. Не могут они пошить форму для своих мобилизованных. Нет у них производственных мощностей для этого. Нет таких возможностей. Просит боеприпасы к артиллерии у Северной Кореи. Ракеты просит у Северной Кореи. Так что, может, Северная Корея великая держава. А так вот, Северная Корея существует за счет поддержки Китая. Китай подпитывает Северную Корею таким способом. Дает ей возможность жить и существовать. Использует ее как источник опасности в азиатском регионе. И тем самым пытается расшатывать, когда ему надо, когда выгодно Китаю, они пытаются расшатывать ситуацию в азиатском регионе. Для того, чтобы иметь рычаг влияния на этот регион. Или на Тихоокеанскую экономическую зону. Поэтому, я думаю, что вряд ли Северная Корея, а Китай тем более не пойдет в коалицию с Россией. Даже если Китай решится на поставке вооружения. Видите, как Соединенные Штаты. Энтони Блинкен жестко сказал Китаю, что только попробуйте поставить оружие России. И это будет иметь очень тяжелые последствия для Китая. Я говорил, как завязана экономика у Китая. и Соединенных Штатов. Как завязана экономика у Европы и Китая. Да Китай спит и видит, чтобы его как можно больше пускали на европейский рынок. И сегодня отдать оружие России и пойти против всего Европейского Союза, для Китая это будет самоубийство. Китай может что-то там втихаря где-то подкрутить. Китай может угрожать. Да, как они ставят рычаг давления. А вы не лезьте в наши отношения. Только мы определяем, какие отношения должны быть. Это громкие заявления политические. Но я не думаю, что ось такая образуется. Ну и скажу так, что стран, которые нас поддерживают, их ВВП, их возможности намного больше, даже чем те страны, которые вы перечислили. Четыре. Кстати, Иран даже, видите Иран, как заморозил, во всяком случае отложил в долгий ящик передачу в России баллистических ракет, чтобы не попасть под очередные санкции. Чтобы не попасть. А мы сейчас еще увидим реакцию Израиля на обнаруженный в Иране уран, 84% обогащенный уран. Сейчас первый вопрос Ирану будет со стороны МАГАТЭ. Откуда такие радости? Вы нарушаете договоренности и крутите центрифуги, и у вас осталось 6% обогащения до получения ружейного урана? Это очень серьезный вызов тому же цивилизованному миру. Как отреагирует на это Израиль? Я думаю, что реакция будет. Надо немножко подождать. И будет довольно серьезно. Мы помним, что случилось с ядерным центром в горах. Супер секретным и супер закопанным под землю. Произошла несчастный случай. Взорвались центрифуги. Иран обещал построить там в 100 раз больше центрифуг. Для того, чтобы возобновить то, что они утратили в результате той аварии, которая произошла на ядерном центре. Поэтому я не думаю, что цивилизованный мир намного больше и сильнее. И сегодня понимание опасности, которую несет Российская Федерация, оно уже, по-моему, в самой несговорчивой голове, оно уже созрело и сговорилось. Так, стоп. А Северная Корея делала подземный ядерный взрыв пару лет назад. Или там ничего нарушено не было. Дело в том, что был взрыв, да, в Северной Корее, но там не было обнаружено следов, радиоактивных следов этого взрыва. Что они взорвали, так до сих пор окончательно и неизвестно. Поэтому обвинить Северную Корею в нарушении этого моратория не представилось юридически невозможно. Поэтому, да, предполагают, что это был ядерный взрыв, предполагают, так как он был на полигоне, якобы в шурфе, который готовили для ядерного взрыва. Но доказательств этому нету. И поэтому на Северную Корею там наложили какие-то санкции дополнительные, но не за нарушение моратория. Поэтому это под большим вопросом на сегодняшний день, что это был за взрыв. Как вы думаете, после того, как Байден своим визитом в Киев дал ясно понять Путину, что Украина это теперь сфера влияния США, какой теперь у Путина смысл жизни? Да, кстати, и вот сегодняшняя речь Путина подтвердила, что дедушка сдулся очень сильно. Я ожидал намного большего. Кстати, это даже Китай, по некоторой информации, даже Китай остался недоволен тем позицией Путина, что он не принимает радикальных решений. Он пытается все спустить на тормоза. Я скажу так, что Путин на сегодняшний день, ну, наверное, ему почетную грамоту вручить надо будет. Обязательно вручить такого врага Российской Федерации я еще не видел. Он фактически приумножает, наверное, он идет путем Горбачева. Вот Горбачев отпустил вожжи, снял все ограничения и тормоза, и Советский Союз пошел в разнос и в результате развалился. То же самое сегодня делает Путин. Путин, ну, я еще большего врага России не видел. Как он разваливает Российскую Федерацию, тут надо поучиться. Историки будут писать об этом книги. Как развалить Российскую Федерацию. Путин и его заслуги в развале Российской Федерации. Поэтому я думаю, что действительно у него уже ничего не осталось. И на сегодняшнюю речь, кстати, многие возлагали надежды в том плане, что он хоть как-то соберет, какие-то решения примет, какие-то объявит там шаги конкретные. А он рассказывал обиды какие-то, нас все обижают, нас никто не слышит, нас не понимают, кругом там враги, все хотят уничтожить Россию. Так что, ты президент России, назови, что ты делаешь? Мы приостановим свое участие в договоре. Но если американцы первыми его и нарушат. Так о чем вы говорите? Конечно, смысл жизни Путина... Нет, смысл у него, на мой взгляд, еще остался. Ну, довести Россию до белого коленя, чтобы она не просто не встала с колена, а просто упала бы лицом в грязь. Вот он сейчас... Смысл жизни Путина и пребывания на посту президента, это добить Российскую Федерацию. Окончательно и бесповоротно. Так как Горбачев в свое время добил Советский Союз. Своим бездействием и своим вот этим вот... Процесс пошел. Плюрализмом мнений. Консенсус достигнут. А когда... Когда в упряжке 16 собак и каждая хочет бежать... 15, извините, было. Каждая хочет бежать в свою сторону. Если упряжкой не рулить, то упряжкой никуда не поедет. Так и получилось с Советским Союзом. То же самое повторяет Россия. Причем Россия идет намного в худших условиях, чем Советский Союз. В Советского Союза был хоть какой-то запас прочности, имея в виду экономическом плане. В финансовом-то мы помним, что у всех происходило. Какая была гиперинфляция в бывших республиках и вновь образованных странах. Отвалившихся от Советского Союза. А в России там... Они сейчас вычерпывают все последнее, что у них осталось. Даже самый большой оптимист, точнее финансовый оптимист России, глава Центробанка Набиулина, и та сказала, что зверь-песец придет в финансовую систему в сентябре месяце. Я думаю, с такими затратами на войну, как сегодня у России, то этот зверь может прибежать намного раньше. И неожиданно. Вот что самое главное. Так что вот смысл жизни Путина, я думаю, это добивание Российской Федерации, как государства на международной политической арене. Ну а внутри что там будет, это даже страшно предположить. Добрий день, Київ на звязку. Подивився огляд з Росії щодо ресурсу стволів трехсемирок. Дві з половини, 2500-2650 пострілів. Який реальний ресурс ствола Омста-Б? Скільки часу займає заміна ствола у обох? Чи є взагалі перспективи розвитку боксованої артилерії у подальшому? Чи вже йде тенденція розвитку лише самохідних арт-установок? Дякую. Дуже сподіваюсь на вашу відповідь. Не вірються, що сучасні системи програють радянським військовым в живучості. Ми переможемо в будь-якому випадку. Смотрите, що касається артилерії. Ви прави, що западні і современні образці військові наоборот превосходять настріл гаубицы МСТА, це гаубица, настріл гаубицы ствола составляє не більше двох тисяч выстрілів. Около двох тисяч выстрілів, в зависимости от заряда. Ну, в середньому дві тисячі. Все. Дальше ствол надо менять. Що касається, видите, уже даже здесь на 25-30% больше, чем у трех семерок. Трех семерка, а три семерки – більш живучий ствол. Це за счет применяемих технологій. Росія, скорее всего, применяет, ну, які-то свої технології, хоча на імпортному оборудовуванні. І качество стали. Тут две составляющі. Качество стали і технологія производства ствола. Там є дуже багато технологій, є моноблоки, є скрепленні стволи, є стволи многослойні, сі свободним лейнером і т.д. Много. Але западні стволи прочніє, вирішують більше настріл. Що касається заміни, так у трех семерок це занимає нескільки часів. І у гаубиці три семерка ствол можна поменять в полевих условіях. Для гаубиці МСТАБ ствол теж можна поменять в полевих условіях. І це теж займає не так багато времени у буксируємій гаубиці. У самоходних гаубиц, естественно, замена ствола може производитися тільки на ремонтних предприятиях. Тому що для заміни ствола треба знімати башню. Башню треба знімати з погони, і тоді можна поменять ствол. Тому, що касається розвиття артиллериї, то я не скажу, що полевая артиллія уходить в прошлое. Діло в тому, що три семерки – це доволі нова розробка. Ну, конечно же, не вчорашнього дня, але тим не мене. І її зробили на базі предыдущої гаубиці, її зробили облегченний варіант, щоб її могли біксувати грузовики меншої мощності. І вона була більше легка в переміщенні і в експлуататі. Менше запчастей, менше вес гаубиці. Так що без полевой артиллії – нет. Діло в тому, що самоходні гаубиці, вони не такі, ну, будем так говорити, вони можуть виїхати, відстріляться, але вони роблять більші. Від колесні танки можуть когда-то витісніть, чи даже колесні пішки, я б їх назвав. Не танки, а пішки. Від як нам зараз передає Франція, ці самі, свої колесні танки РСХ-10. Тридцять штук. Але все рівно полевая артиллія, на мій взгляд, живуча, і вона останеться для підтримки пехоти в будь-якому. Йе розвитие своє може бути може бути, але, тим не мене, біксування артиллія і самоходній артиллія буде сосуществувати і далі. Ви завжди кажете, що Китай набіде проти Сполучених Штатів, а тим часом ситуація все більш тривожна стоя. Сьогодні читала заяву МЗС Китаю щодо Штатів. Що буде, якщо Китай все стане набіг Рашки? Ну, Китай не став на бок России, уже не став. Понимаєте, Китай б мог сделать заявление, що ми в цій війні підтримуємо РФ. Нет, Китай сделал дуже хитро. На мій взгляд, да, конечно, он как бы меняет, а не пытаются ввести собственну политику, независимую политику. І в цьому є особенності, суверенність государства приймати собственні рішення. Що Китай объявив в своєм заявлений? Китай сказав, що не треба нам читати лекції, як строити отношення з РФ. Це прерогатива Китая. Тобто Китай дає понять СССР, що вони абсолютно самостійні держави, і будуть самі приймати рішення. Але коли дело коснеться економічних і фінансових вопросів, вони придуть за допомогою к СССР. Взять, допустим, деньги для того, щоб закрити дырку в 8 трлн, примерно так оценивається некоторими фінансистами, дыра в этом самом, в іпотечном мыльном пузыре, который раздул сегодня Китай, который може лопнути в любой момент. Где можна буде взяти? Тільки в Международному валютному фонду. Или у каких-то очень богатых стран. Ну, Росія точно не даст столько денег. Росія, кстати, всех, даже тех, кому обещала, то старается кинуть на деньги. Вот талибы, сейчас посмотрим, как талибы второй транш выдавят из Китая. Ой, извините, из России. Плюс, если Соединенные Штаты начнут вводить санкции или выводить из Китая свои заводы, как это начал Трамп делать, то Китаю будет очень больно. ВВП начнет резко падать, рынок сбыта начнет уменьшаться. Европа еще может дать такие большие деньги. А Европа сегодня вся на нашей стороне. Поэтому нет, я не думаю, что Китай просто выбаривает себе более выгодную, более твердую переговорную позицию в будущих переговорах с Соединенными Штатами. Пока он ее не сформирует, он вряд ли вступит в переговоры. Я не думаю. Вот, кстати, очень интересно, вам же ответили на ваш вопрос. Я зачитаю этот комментарий. Некоторые написали. Ничего не будет. Китай не самогубец. США и Европа для него краще, ниже Раша. Но он тоже себе дивиденды хочет заработать. Раша для него – это сыровинный предаток. Вот здесь 100% в точку, в яблочко, что говорится, попал человек, отвечая на ваш вопрос. Если вы посмотрите объемы торговли Китая с Европой, Китая с США, а потом Китая с Российской Федерацией, то там на порядок отличаются. И может быть даже не на один. Не в 10, а в 20 раз или в 30 раз отличаются объемы торговли. Поэтому Китай, да, Китай, конечно, пытается манипулировать и зарабатывать себе дивиденды для будущих переговоров с Соединенными Штатами Америки. Вот помните, мы когда-то боялись, когда был Минский процесс, мы боялись, что Украина станет разменной монетой между Россией и Соединенными Штатами. Так вот сегодня разменная монета между Китаем и США – Российская Федерация. Китай использует Россию как разменную монету в своих переговорах с Соединенными Штатами Америки. Ну что ж, на этом мы с вами вторую часть ответа на вопросы закончим. И у нас остается третье – это комментарии, пожелания и приветствия, которые вы прислали. И хочу я начать этот раздел с одного очень интересного комментария, который прислал один из зрителей. Он касается ЧВК Вагнера. И звучит он следующим образом. Здравствуйте! Сейчас много сообщений о снарядном голоде оккупантов. Как вы считаете, на ЧВКшникам не дают снарядов, потому что их действительно не хватает или это воспитательный момент? Ну вот такой вот. Это задали вопрос по поводу заявлений. Вот помните, да, расстрел заявлений там с Матюками в адрес Шойгу и Герасимова были ЧВКшники. Это было два месяца назад. Вот недавно на прошлой неделе был расстрел там из пулемета портретов Шойгу и Герасимова. Опять же, что с ЧВК? Что случилось? Почему им не дают снаряд? Почему такие жалобы? Ну и вот написали ответ на ваш вопрос. Я его специально отнес в комментарии, чтобы, ну как бы это, на мой взгляд, больше сюда относится. И человек пишет. Денег тоже нет у ЧВКшников. Катастрофическая ситуация сложилась с денежным довольствием участников специальной военной операции. Масштабы проблемы уже просто неприлично огромны. Эта проблема есть уже в каждой воинской части, в каждом батальоне, в каждой роте и в каждом взводе. Тотальная невыплата обещанного положенного денежного довольствия. Особенно страдают в этом плане добровольческие подразделения, типа БАРС. Это боевой активный резерв страны. Людей, которые добровольцами шли на фронт еще весной и летом 22-го года, просто маринуют и душат бюрократией. Люди по полгода ждут печать на клочке бумаги, чтобы доказать, что они участники боевых действий. Потом начинаются круги ада в военкоматах по оформлению статуса участника боевых действий. Круги ада заключаются в том, что бюрократическая машина в воюющих частях просто отвратительно работает. Но самый вопиющий случай, который я знаю, это когда человека мобилизовали 22-го сентября 22-го года, а 26-го сентября он уже был в Сватово. Мы общались с ним в конце января, и на тот момент он не получил от Министерства обороны ни копейки. На карту ему только приходила зарплата с прежнего места работы. Но и это еще не все. В ноябре он получил ранение. Есть справка по форме 100, но платить компенсацию отказывается, мотивируя это тем, что считает ранение недостаточно тяжелым. Это просто трэш. Человек призван по мобилизации, воюет уже почти полгода, получил ранение и ему не платят. И таких историй я лично уже знаю десятки. Люди пишут, копится недовольство и злоба. Если ситуация не изменится, то это приведет к социальному взрыву в ветеранском сообществе. Оно надо вам. Необходимо принимать жесткие меры по мобилизации или нормализации обстановки в этом секторе. Необходимо либо возвращать финансистов в части, либо предпринимать другие меры. Но дальше так нельзя. Дальше будет взрыв. Это относится и к частным военным компаниям, не только к мобилизованным. Вот такая вот ситуация. Человек описывает. Ну, я не думаю, что нет оснований не верить такой информации. Кстати, по поводу ЧВК добавлю еще то, что у нас есть перехват. Наша разведка опубликовала перехват телефонных разговоров одного из мобилизованных с своими родственниками. Так вот, он рассказывает, что привезли к ним ЧВКшников, в основном в подразделениях зэки, и свалило 200 человек. 200 человек свалило из подразделения. Они просто разбежались. Вот эти бывшие заключенные, они пошли бродить по оккупированным территориям. Естественно, они будут стараться пробираться куда? В Российскую Федерацию. Что им тут делать на чужой земле, где их постоянно могут обнаружить, сдать комендатуру, а комендатура с ними не будет целей. Их просто пристрелят и все. Они же знают весь этот опыт. И разбегаются именно из-за того, что нет выплат, нет никаких гарантий того, что ты останешься жив. Их гоняют в атаке до тех пор, пока их не убьют. Ни о каком помиловании нету речи. Вот те 20 человек из 30 тысяч. Вот смотрите, мы оцениваем сегодня, по данным нашей разведки, я вам говорил, что ЧВК Вагнера пришло в свою первоначальную численность. Где-то 6-7 тысяч человек. Это всего полностью. И здесь, и в России. Это с резервом. А было их 30-35. И только 20 человек помилованы указом президента России. Все. Где остальные? В сырой земле? Или вот так вот разбежались, и где-то их бегают, пытаются ловить. Вот такая вот обстановка с частными военными компаниями. Ну, а теперь дальше по комментариям. Военная помощь Украины со стороны свободного мира нарастает. Путин же этим похвастаться не может. Ведь иранские шахеды погоды не делают. Большинство их сбивается на подлете к цели. И этот фактор также способствует приближению долгожданной победы Украины. Михаил из Подмосковья. Это очень хорошо, что вы это понимаете. У дополнения до А-10. Бородавочник. Виддача від пушки у него такая, что під час ведення стрельбы системою керування летаком автоматично здійснюється компенсація курсовой стойкости за рахунок зовнішнього хвостового оперения летака. Чтобы уникнуть задирания носу та возможности ведения прицельной стрельбы, оригинальные боеприпасы цієї пушки містят збедненный уран. При стрельбе за рахунок конструкции пушки зона суцильного уражения захоплювает ширину у 6 метров, прошивая всю бронетехнику на деякие виды танков. Если вы уявите себе такую ситуацию, что на час вторгнения Московии у нас бы были, ну а взбройные таки или таки, то все российские колони были бы еще разстреляны ними незадовго после перетана нашего кордона. Я думаю, что, ну, может, не Бородавочник, может, что-то уже по современному появится в рядах вооруженных сил Украины после окончания, после перемоги, нашей перемоги в этой войне. Хотел вас прокомментировать. Вы упомянули, что на тысячи убитых русских идет 2-3 тысячи раненых, но я слышал, что из-за непрофессионализма и плохой медицины их где-то 1-2 и до полутора тысяч не более, что, учитывая большие потери, выглядит правдиво. Согласен, что раненых можно где-то 1-1,5, не 1-3, а 1-1,5, но при этом количество убитых, естественно, возвращается, возрастает. Почему? Потому что раненые просто не выживают. Слава Украине и вооруженным силам Украины! Привет из Канады! Соединенные Штаты связались с Россией перед визитом президента Джо Байдена в Украину. Об этом сообщило агентство Associated Press. Издание в статье ссылается на Белый дом. Журналисты отметили, что между Россией и США состоялась обычная коммуникация, чтобы избежать конфликтных ситуаций. Стороны пытались избежать просчетов, которые могли привести к ядерному конфликту. Ну, кстати, опять же, о птичках. Если Путин собирался решительно действовать, то почему бы, допустим, накануне визита Байдена не устроить массированный ракетный удар? Чтобы предотвратить визит. Струсил дедушка? Или нечем уже? Тоже хороший аргумент. Поэтому и видно, что Путин борется за мир. Он хочет остановки боевых действий любой ценой. Главное остановиться сейчас, чтобы дать передышку. Потому что воевать, чем дальше, тем больше становится нечем воевать. И да, сегодня 400 тысяч, мы приближаемся к 400 численности. Но эти 400 сегодня не способны даже ввести наступательные действия. Что мы видим в Луганской и Донецкой областях. А что будет, когда мы пойдем в контрнаступление? Подумайте, россияне. Добрый вечер. Невелика ремарка щодо нашей допомоги Молдове. Колишний легитимный президент Янукович також просил Россию помогти. И вот что мы сейчас имеем. Тому в жодном разе Украина не повинна втручаться в политичные справы Молдовы. У них есть Румуния. Вам надо помочь. Один народ все ж таки. Все ж таки. Вот видите, вы опять допускаете то же самое. Наступаете на те же грабли. Никакой не один народ. Есть Молдавия, есть граждане Молдовы. А есть Румыния, есть граждане Румынии. Я не думаю, что они один народ. У них у каждого есть своя ментальность, есть свои национальные особенности. Да, возможно язык похожий, но он отличается. Поэтому нет. А насчет того, что один уже... Вот именно потому, что мы в свое время предоставили транзит по своей территории, то эта группировка до сих пор существует. Да, не мы ее формировали. Не наша была эта идея. Но мы какое-то время обеспечивали ее существование. Сейчас мы этого не делаем. И нас это касается непосредственно. Нас и Молдову. Украина и Молдова должны решать этот вопрос. Почему? Потому что мы граничим с этим анклавом, который несет нам прямую угрозу. Вспомните первые месяцы войны. Чего мы больше всего боялись? Чтобы Россия не высадила десант в районе Одессы или в Белгород-Местровском. И не воссоединилась с Молдовой. Тогда бы и Молдова была захвачена, на юг Украины побережье Черноморска было бы удержать крайне тяжело. Поэтому это наше дело. И нам необходимо вместе с Молдовой по ее просьбе помочь решить ей эту проблему. Доброго дня. Если не помиляюсь, діє только домовленность про заборону проведения надземных и подводных ядерных випробований. При этом немае заборони, ніби, на проведение випробований подземли. Если я не помиляюсь, на момент, когда такие домовленности узгодживались, фиксировать подземные вибухи было очень сложно. На отмину от наземных и подводных. Дякую. И тут же по скрипту. А не, помилився. В 1996 году был разработан новый договор про всеосяжную заборону. Так что все виды взрывов ядерных запрещены. Как быть с минометами и гранатометами? Вооруженные силы всех уровней настойчиво требуют их уже давно. Ну, я уже ответил на этот вопрос. Надеюсь, что Министерство обороны обеспечит наши вооруженные силы необходимым, таким необходимым вооружением. Ну, про про Северную Корею я уже сказал. Там взрыв. Вы сказали, что за последние 30 лет никто не осмелился испытать ядерное оружие. Хочу поправить. Северная Корея точно не помню. Год, примерно в 2014-2018 годах проводила подземные испытания в Приморском крае. Очевидцы отмечали, что земля дрожала недалеко от границы. И живут они, корейцы, как жили. Поэтому ничто не мешает сумасшедшему царю бахнуть по океану. Ну, я уже пояснил, что с Кореей там очень большая проблема, потому что не было признаков. Внешних признаков ядерного взрыва обнаружено не было. Это первое. А второе, что царь-то трусливый оказался и бахнуть не может. Видите, как он сказал, что мы бахнем, если первыми бахнет США. Вот так. Так что не бахнет. Стосовно расстрелу Майдана, варто згадатись на эпирив та зброю Порубия та Пашинского. Згадати, что майданевцы расстреливали в спины, а потом вырезали дерева, знищивали доказовую базу и так далее. И действительно, правда неведома и покаранных немае. Это вот то, что был день памяти героев сотни. Что до бородавочника дополнения, как раз завдяки цей пушке вин и отрывал свою назву. Печас в огню в звездку с запаморочной скорострельностью звук не абы як схожий на хрюканья бородавочника. Ну, то, что на хрюканья, это да, это правда. Именно из-за звука. Когда Байден был в Киеве, думал, сирена от тревоги завыла. Прислушался, а это войн на болотах. Да, это точно. Я отношусь к консервативному крылу республиканцев Соединенных Штатов Америки и все время критикую президента Байдена. Но сегодня даю ему высшую оценку. В день Президент Дэй, это такой у них праздник есть, приехать в Киев многого стоит. Быстрой вам победы. Спасибо большое. Мы в одно время служили в группе советских войск Германии. Я в 1009 КЗРП Ютербок. Да, я знаю такое это зенитно-ракетный полк. В Казахстане мы почему знаю, потому что Ютербокский полигон это артиллерийский полигон. Мы туда, я в артиллерийском полку служил, мы очень часто ездили через раз, раз на Либерозу, раз на Ютербок. И там знаменитый ориентир замок Тамары, я помню эти позиции, катакомбы Ютербокские и так далее. В Казахстане на полигоне Эмбо стрелял, комплекс ОСА, прямое попадание, даже отпуск получил за отличную стрельбу. жаль, не могу помочь сейчас ВСУ в силу своего возраста. Пожалуйста, вспомните меня в своих комментариях, я, как и вы, из группы советских войск в Германии. Да, группа была очень боеспособная и очень мощная, НАТО реально боялось этой группы войск, остерегалась. Хотя нам тоже говорили, что НАТО мощная, и мы тоже его боялись. Я вот удивляюсь, почему они до сих пор думают, что мы братские народы. Очнитесь, вы самоуничтожились для нас, а наши вооруженные силы Украины помогут зачистить оставшихся освободителей. Спасибо за информацию. Ну что ж, вот на такой мажорной ноте мы закончим с вами наше сегодняшнее видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. Я благодарю вас за ваше внимание, что вы уделили ваше время и досмотрели это видео до конца. Как всегда, те, кто еще не подписан, приглашаю подписаться на мой канал, поставить, нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о появлении новых видео и смотреть их в оригинале, а не на перепощенных кем-то каналах или других средствах информации и информационных пабликах. Также огромное спасибо тем, кто поддерживает мой канал и спонсором канала. Благодаря вашей поддержке и спонсорской помощи у меня есть возможность записывать эти видео и доносить до вас эту информацию. Ну, а мы с вами продолжим вірить в Збройные Силы Украины. Перемога за нами. Слава Украине! Продолжение следует... Продолжение следует...